Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Пенсионерам рассказали о перечислении выплат, которое будет осуществляться после новогодних праздников. Деньги будут приходить тем, кому они не поступили до зимних каникул. А минимальный размер выплат будет уже от 10 тысяч рублей и больше. После новогодних праздников пенсионеры продолжат получать свои выплаты за январь. Многим их пенсии за первый месяц 2023 года пришли еще в конце декабря. Выплаты были перечислены досрочно из-за новогодних каникул, которые внесли изменения в привычный график выдачи денег. По данным Минтруда, в конце декабря так называемые предновогодние выплаты получили около 23 миллионов пенсионеров. Для многих пенсии поступали уже с учетом январской индексации на 4,8%. А с 9 января начнется перечисление уже после новогодних выплат. Это будут деньги, которые не успели прийти пожилым гражданам до нового года. Так, на банковские карты пенсии за январь, которые еще не пришли людям, будут поступать в период с 20 по 25 января. Ведь те, у кого график доставки пришелся на время до 20 января, как правило, уже получили деньги в конце декабря. А что касается почтовых отделений, там свои пенсии за январь пенсионеры смогут получать в привычные для себя дни, вплоть до 25 января. С января выплаты для всех неработающих пенсионеров станут выше за счет увеличения прожиточного минимума. На федеральном уровне он составит уже 12 363 рубля. А минимальный показатель будет в Белгородской области, где прожиточный минимум установили на уровне 10 385 рублей. То есть получить в итоге пенсионеры после праздников смогут минимум по 10 тысяч рублей. Ставьте лайк, если считаете, что таких минимальных пенсий недостаточно и они должны быть значительно больше. А если хотите узнать, какой новый размер прожиточного минимума для пенсионеров в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, на что мы ответим в следующих выпусках.